Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж стал смотреть на других женщин, говорил про венчание, что хочет обмечаться со мной, зачем он врет мне, говорит, что любит меня, а сам я устал. Ну, естественно, ответить на вопрос, зачем он вам врет, мы вряд ли смотрим, потому что все-таки это, образно говоря, другой человек, да, и, ну, гадать, что и почему, да, на мой взгляд, несколько вот, не совсем, наверное, было бы корректно. Вот. Я прекрасно понимаю, что вам тяжело, я прекрасно понимаю, что вам больно, больно, вот, и я зачетую вам, я думаю, что то, что может сделать психолог, это помочь для начала вам прожить ваши чувства, вот, отреагировать их вам в полной мере, вот, а дальше можно, в принципе, работать в нескольких направлениях, если такое желание у вас имеется. Что это за направление? Во-первых, если ваш муж начал, как вы говорите, смотреть на других женщин, значит, что-то изменилось. И для начала было бы неплохо понять, что изменилось. Изменилось что-то в ваших отношениях, например. Это первый момент. Второй момент. Вас эта ситуация как-то задевает. То есть вам лично для себя почему-то нужно венчание. И дело, конечно, не в том, что это что-то такое ненужное, чего, вот, как-то, ну, следует избегать. Да? Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но я думаю, что есть разница между тем, когда вас именно задевает, то есть, ну, заставляет думать о себе хуже. Какая-то, ну, ситуация, да, например, вот эта ситуация, допустим. И, например, тем, что для вас важно, да, что там, допустим, как-то, ну, соответствует вашим ценностям и прочим. Вот. Это разные вещи. Путать эти вещи, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. И задача заключается в том, чтобы увидеть, чем все-таки вас эта ситуация задевает. Ну, ситуация, например, с венчанием, допустим. То есть, что вы, там, условно говоря, да, пытаетесь, например, ну, допустим, реализовать, да, через вот, через венчание. Что это главное. И что означает отсутствие, ну, отсутствие омова, опять же. То есть, вот эти вещи необходимо рассматривать. Следующий момент. Значит, ну, вот, если, как вот вы, там, допустим, говорите, да, что он обманывает меня, да, то есть, он меня не любит. Что для вас это означает? Что человек вас, вот, не любит, например, например. Вот. То есть, лично, лично ваши ощущения, лично ваши эмоции и переживания по этому поводу, на мой взгляд, крайне важны. Ну, опять же, потому что вы здесь в той или иной степени, да, демонстрируете вот некую такую зависимость, зависимость от, ну, от мужа в этом плане, в этом смысле. И, естественно, ничего хорошего для вас в этом быть не может, ну, само собой. Дальше. Не слишком ли много вы придаете значение тому, вот, ну, на кого смотрит ваш муж? То есть, вот, не слишком ли много значения, да, вы придаете вот этим вот аспектам, аспектам гендерности, аспектам, значит, ну, принадлежности, допустим, вашего мужа к вам, вот. И, соответственно, если слишком много, то это означает, что вы в какой-то степени, да, сводите ваши отношения только вот к вот этим вот аспектам. При этом, ну, несколько вот, не взаимодействуя, ну, другими аспектами, то есть, не взаимодействуя, например, как личности, не взаимодействуя, как партнеры по, там, какой-то, ну, деятельности, скажем так, да, то есть, вот. И здесь очень важно, чтобы вы увидели, что общего между вами и вашим мужем, что вас объединяет, что вас связывает, вот. Чаще всего, когда такая ситуация возникает, когда такая ситуация происходит, это говорит о, ну, достаточно низкой самооценке человека. То есть, в данном случае мы говорим, конечно, про вас, да, и про то, что вот у вас этот анатолийск занижен, вследствие чего ваш муж, вот, значит, там, может смотреть на других женщин и вы в той или иной, получается, степени заостряя на этом, на этом свое внимание, вот. Вот, не способствуйте, условно говоря, тому, чтобы ваши отношения, да, ну, развивались, вот, ну, как-то в полной, ну, в полной мере. Так, как вам, например, того бы хотелось, вот, потому что ваши отношения, ну, они понятны, в том числе, и от вас, вот. И на это, на это необходимо тоже обратить внимание. Иными словами, ваша задача увидеть то, как вас это вызывает, ваша задача пересмотреть свой жизненный путь, да, то есть, вот, не, условно говоря, ну, не переоцениваете ли вы, и, значит, своего мужа для себя, вот, и не сводите ли вы всю свою ценность, ну, к нему, к нему. Вот, если это так, если это так, вот, то эту ситуацию нужно, конечно же, корректировать. Вот, эту ситуацию необходимо корректировать, потому что это одна из причин, почему ваш муж смотрит на других, ну, на других женщин. Вот, если вы, ну, вот, в какой-то степени центрируете на нем, да, все свое внимание, да, вот, то, естественно, там, ну, может возникать и отторжение, и, ну, желание, быть подальше. Вот, это просто защитные механизмы психики, вот, так работают. А, наконец, если вы в какой-то степени не уверены в себе, да, ну, сами, вот, если вы в себе не уверены, вот, то, на мой взгляд, вот, транслируя, вот, именно транслируя мысль о том, что мужчина может вам изменять, да, вот, вы сами, как бы, ну, ну, сами напоминаете, сами подпалкиваете его, как бы, к тому, что он вот это, это начал делать. То есть, сейчас, что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что вы, значит, видите, проблему только в мужа. Вот. При этом вы игнорируете полностью какую-либо свою активность, вы игнорируете полностью какой-либо свой склад в эту ситуацию. И вам необходимо этот склад увидеть. Естественно, если вы придете, ну, к себе, да, если вы, вот, как-то поработав, поработав над, ну, поработав над собой, да, и если вы увидите, что для вас это неприемлемо, да, если вы увидите, что, вот, ваши чувства к мужу, вот, они, там, ну, несколько не такие, вот, если вы видите, что вы, ну, что вы не можете принять, там, допустим, вот, того, что делает муж, к примеру, вот, то это уже, конечно, немножечко другой момент, и вам необходимо уже будет работать в этом направлении, да, и тогда. Сейчас, сейчас попробуйте увидеть, пожалуйста, что вы чувствуете к своему мужу, какие у вас к нему чувства, вот, и что вам хочется по отношению к нему, и хочется ли чего-либо вообще, опять же, к нему, ну, к нему, вот. Вот, на это вам, в том числе, необходимо обратить свое внимание. По ряду причин, ну, в частности, значит, которые я, ну, в том числе, озвучил. Вы ориентируетесь сейчас только на то, что делает муж по отношению к вам, вот. Но вы, как мне кажется, практически не ориентируетесь на то, что делаете вы и что чувствуете вы. По сути, сводя свою роль только к такой вот пассивной принимающей функции. И в этом случае вам, конечно же, ну, в этом случае вам, естественно, тяжело и больно и так далее. Я думаю, что это абсолютно нормально. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы это исправить. Наша задача заключается в том, чтобы перевести, ну, перевести вас в более, более такую активную, если хотите, позицию. Вот, чтобы вы более активно стояли на, допустим, ну, на страже, например, своих интересов. Вот, и если вы это сделаете, то я думаю, что вам будет уже гораздо легче для, допустим, себя, вот, понимать, в каком направлении, куда вы хотите двигаться. И вот, значит, ну, такое видение этой ситуации у меня. Вот это предполагает наличие некоторой такой работы, да, над собой. Это предполагает в той или иной степени прохождение психотерапии, вот, по гармонизации как своего собственного состояния, так и, значит, гармонизации отношений с мужем. И, ну, как бы, понимание, наверное, того, с чем вся эта история может быть связана, вот. Потому что сейчас, ну, по большей части информации, конечно, маловато для того, чтобы давать какую-то критику и лучше, тем более, значит, отвечать на такой довольно-довольно сложный вопрос. Зачем? Хотя этот вопрос, он, на мой взгляд, достаточно простой. Вот, вопрос, зачем? Это вопрос, им нравится. Другое дело, как это, вот, влияет на вас, да? Вот. Каким образом это влияет на вас? Вот это вот очень интересно будет, ну, как-то поисследовать, да, это будет очень интересно изучить. Ну, вот, если вы, конечно, готовы к тому, чтобы этому уделять свое время и внимание. Вы пишите о том, что устали. Вы пишите, что устал. И вот тоже есть такой, ну, на мой взгляд, очень важный момент, а от чего вы устали? Вот. Не в том смысле, что вы не должны уставать, нет. А в том смысле, от чего? Как вы понимаете, что вы именно устали? Как вы это понимаете? Как вы понимаете, что это именно оно, именно усталость, а не, допустим, там, что-то другое, да, к примеру? Вот. Поэтому вот этот аспект тоже необходимо, конечно, изучить, исследовать. Вот. Потому что, ну, усталость – это все-таки история больше про, ну, про ваше, значит, про ваше состояние. Вот. И, на мой взгляд, да, нужно, конечно, ну, понятие увидеть, да, от чего вы устаете. Потому что, и когда мы поймем, да, вот, как вы приходите к усталости, за счет чего вы приходите к усталости, мы сможем отграничить, значит, вашу собственную активность, которая, вот, в той или иной степени. Она создает, вот, такое, такое состояние. И внешние факторы, а также ваши к этим внешним факторам отношения. Вот. Мы сможем это все увидеть. И, соответственно, то, что делаете вы, то есть, ваша собственная активность, создающая данное состояние, корректируется. А то, что приводит к этому, к этому состоянию извне, да, вот, я тут думаю, что, ну, вырабатывается отношение к этому, вот. И, соответственно, вы, исходя из своего отношения, вот, можете уже для себя решить, что вы будете с этим делать. Вот, можете ли вы это принять, ну, да, то есть, если вы, если вы, есть ли у вас силы, если у вас желание, средства, давайте бы это принять. Наконец, я думаю, что вы знаете его мужа, вот, я думаю, что вы, как никто другой, другая его знаете. Вот. И, на самом деле, я думаю, что только вы можете ответить, зачем он это делает. То есть, включить, грубо говоря, его действия в картину его личности. Сейчас, на мой взгляд, вы демонстрируете то, что его действия не вписываются в то, каким вы его видите. Вот. Это говорит о том, что вы его, вероятно, не очень хорошо знаете. И, если вы не очень хорошо его знаете, то возникает, конечно же, вопрос. А что вас, в общем, опять же, объединяет? Вот. Что между вами общего? Как вы сошлись? Ну и, ну и, и тогда. Вот эти вещи, на мой взгляд, крайне важно поисследовать. Вот. Эти вещи крайне, на мой взгляд, важно изучить. Вот. И уже из всего этого делать, значит, как, во-первых, какую-то картину составлять, да. Вот. А во-вторых, смотреть, куда работать. Ванна с собой. Вот. Эм, если вы надеетесь, что, ну вот, что можно просто взять и, значит, сделать что-то, чтобы ваш муж, условно говоря, так не делал, как он делает сейчас, вот, то я должен, конечно, вас разочаровать, да. И сказать, что даже если он перестанет это делать и это делать, вот, все равно проблема, она не уйдет. Вот. Эм, скажем так, удовлетворенности ваша, эээ, проблема удовлетворенности в ваших отношениях, да, она не уйдет. Вот. Поэтому это необходимо учитывать. Если вы хотите, хотите, ну, если вы хотите, на самом деле, эээ, сделать, эээ, ваши отношения с мужем, да, эээ, вот, эээ, ну, какими-то, вот, ээээ, качественными, да, какими-то, вот, эээ, хорошими, удовлетворяющими, чтобы они, вот, ну, условно, там, эээ, вышли, да, на новый уровень, например, или чтобы вы просто, ну, вот, ээээ, в этом, ээээ, смысле, да, чтобы вы, там, ээээ, не расстались, не разбежались, не разбежались, вот, и, ээээ, тогда. то есть попробуйте задать, ээээээ, себе вопрос, я знаю своего мужа, эээ, я знаю, что он, ээээ, я знаю, что он зааа... человек. Я знаю какой он человек, какой человек мой муж. Вот я это знаю. А вот эээээээээээ, значит, ээээээ, значит, ээээээ, то, что он делает, да? М-мм... о чем это может говорить. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.